всем привет сегодня маленькая видяшечка про неофинитии точнее гибридики с ними вот зацвела у меня вот такая красотулька и почему решила записать видео потому что эта малышка меня удивило цветет она обычно летом где-то в середине лета в этот раз она решила второй раз в год зацвести но за этот год получается второе цветение такие красивульки цвет конечно фотоаппарат не вполне передает он больше для дневного освещения для солнышка там более верно передает цвет фокусится плохо ну да ладно а к чему вела речь что удивил это на миниатрум и она у меня ну не так давно скажем но цвела стабильно в летний период тут она вот у думала 2 раза цвести и для меня это на самом деле было удивительно почему потому что у меня есть еще одно название я напишу наверное в комментариях к видео это голубенькая неофинитичка она уже достаточно взрослая вот она у меня уже очень давно и я говорю почему удивилась что бывает такое что они цветут по два раза в год потому что вот эта мадам цветет один раз в год постоянно зимой и вот как бы для меня было странным то что одна нео цветет по два раза в год другая всего один но всего один но очень красиво конечно закину сюда фото и цветение как она цвела у меня уже домашним красиво очень пышно с нескольких цветоносов с двух по моему вот в этом году она еще меня счастливила новым ростом теперь их будет двое в горшке и здесь у нас вообще двое малышей растет один-второй ну достаточно шустренькая вот это вот миниатрум которая на фините и на миниатрум ой 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 да шустренькая решила убежать вот вот хотела показать что насколько по-разному могут себя вести растения именно вроде казалось бы гибриды с одним ну один родитель общий но цветение вот получается от одной можно одно только увидеть от другой целых два ну и так вкратце чтобы сильно не загружать здесь все содержу в коре чтоб как бы не было там вопросов потому что у меня спрашивают часто и люди удивляются что в коре тут чистая кора как бы была там это уже вот то что нарос какой-то мох не мог это у меня было такое еще с одной растенькой это уже само по себе растет в горшке вот так вот это выглядит вот здесь да корешки у нее там тоже гуляет один корень куда-то пошел здесь же совсем все вот тоже кора чистая кора но горшок конечно уже больше и тут она у меня тут такое дело она приросла просто кашпо поливному поэтому вытащить ее у меня уже просто из него нет возможности вот так вот но и вполне игру это к чему я сказала что многие удивляются говорят что не содержат на аффинити в чисто тем более в чистой коре содержат во мху на маховой кочке там допустим в глиняных горшочках на самом деле ребят всем хотела сказать ну потому что часто вот правда вот это слышу что вот везде же сказано везде написано вот на самом деле подбирать надо все по своим условиям но не идут у меня растения во мху я могу в нем выращивать но мне он как субстрат ну не нравится ну не люблю я его я тоже приспособилась о ее это что что такая не хочет никак стать тоже и надо кашпошечку купить вот но тоже приспособилась и выращиваю вам ху ничуть не вовку в коре ничуть не хуже чем на маховой кочке кто-то выращивает чтобы не было там сомнений что растенечком комфортно достаточно то ну тут как бы видно даже так что и новые росты растут и корневая растет но здесь конечно надо уже пересаживать потому что она уже и субстрат изношен и горшочек она этот немножко переросла вот нара поэтому и валится то и дело куда-то заваливается и корешки уже торчат но торчат корни опять же я не тоже их никогда не заправляю не пытаюсь там спрятать куда-то их там в горшок запихать орхидеи это растение которые живут можно сказать питаются из воздуха влагу берут из воздуха и для них нормально что у них корни воздушные есть просто многих они тоже слушаешь ой мне не нравится что не торчат там во все стороны но торчат потому что это орхидеи и вполне себе для них это нормально а то что нам не нравится это ни о чем не говорит ну и к слову о корнях как бы вот почему что говорю не заправляю ничего вот так вот это все выглядит дело то есть опять же не неплохая корневая у нее достаточно неплохая в горшке и вот как-то так корень уже скоро с подоконника вот этот будет спускаться уже куда-нибудь гулять видимо здесь тоже эти вот прям очень много корешков воздушных и не стремлюсь я их никуда это вот но если в горшке не покажу то покажу вот видите они поприросли к горшку поэтому вытащить горшочек сейчас не получится чтобы показать что в горшке тоже хорошая корневая достаточно хорошие вот так вот вот такие корешочки то есть вот как-то вот так вот это все выглядит вот поэтому я говорю не стремитесь там сильно углубляться когда берете новое растение что-то вот такое необычное почитать конечно о том как она содержится в каких вообще условиях она должна как бы содержаться это все здорово это правильно но не надо прям стремиться с точностью воссоздать эти условия или же следовать каким-то шаблоном потому что одному человеку подходит такое содержание кто-то чаще поливает кто-то реже ну вот как бы вот такое вот видео получилось маленькая надеюсь кому-то что-то будет полезным здесь ну именно может кто-то захочет попробовать также в горе выращивать потому что растения чувствуются достаточно хорошо все спасибо всем до свидания